Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бэт Плей, это канал Бэйт, это очередной подкаст на русском языке, подкаст номер 6, с молодым дарованием Данилом Дэнди Ишутиным. Или Данилой, как правильно вообще? Как удобно. Как удобно. С Петром Дэнди Василенко. Не-не, смотри, Даня, Данечка, Данька, Данил, Данила. Хорошо. Да. Спасибо большое. Дэнди, короче говоря, привет, Даня. Здорово всем. Здорово всем. Я не буду долго раскачиваться, а просто первую новость тебе сразу скажу. World of Warcraft. Ты же играешь в World of Warcraft? Ну, играл, по крайней мере. И, может, еще играешь. И... Вот. То есть ты как бы фанатик, правильно? Я могу рассказать, что, ну, где-то плотно я играл, наверное, года 2-3, причем это было в 2008 или 9 или даже 10 по 2011-12, то есть, может, даже позже. То есть все твои лучшие годы в Доте прошли по World of Warcraft? Да, все верно. Все верно. И мы как бы с Вастом, мы играли с Димой в Light of Heaven в Вастом вдвоем. Мы приходили играть какие-то официальные игры и бегом в World of Warcraft. Мы приходили там сыграть одну-две квшки и бегом в World of Warcraft. Мы практически не тренировались в Доту. Мы рубали World of Warcraft. Плотно. Так вот, в World of Warcraft Shadowlands в грядущем обновлении появится однополая пара и трансгендер. Есть тебе что по этому поводу сказать? Я пошутил. Итак, 2020 год у нас идет не очень хорошо во всех смыслах, и я это лишний раз убедился, прочитав в Твиттер Империи. Кирюха написал. Такое ощущение, что я не прочитал ни одного положительного ответа в 2020 году. Ты разделяешь эту точку зрения? Нет, не совсем. Я думаю, кто что ищет, тот и находит. Конечно, не без каких-то грустных новостей в этом году, но из-за того, что мы сидим дома и ничего не делаем, и мы не заняты 24 на 7, как раньше, чтобы больше появилось времени в домашнем режиме, когда ты больше сидишь в интернете и больше листаешь этот Твиттер, соответственно, ты, возможно, больше читаешь и, возможно, такое впечатление создается. Ну, ты считаешь, год как идет вообще? Больше хорошо или больше плохо в целом? Нет, ничего хорошего. Мы сидим дома, карантин, коронавирус, убивают людей. Даже для Доты год из-за коронавируса он без ванов, без публики, без стадионов. Все-таки немножко не то. Но, тем не менее, нормально. Я не вижу ничего там супер грустного. Можно на все смотреть с позитивом. Правильно? Если я не ошибаюсь, год начался с гибели Коби Брайанта. Правильно? Знаешь, когда я услышал про эту новость, я плакал. Ну, все плакали. Я как-то не особо следил за баскетболом всегда. Но это показатель, что если человек погибает или там просто новости человеки, ты не смотришь в баскетбол, но ты слышишь имя Коби Брайанта, ты знаешь, кто это. Причем абсолютно точно знаешь, кто это. Даже со всеми почти подробностями. Это признак величия, конечно, людей. Расскажи про команду. Какие там у нас обновления? Что мы можем наконец-таки чем порадовать? Какие новости? У нас был небольшой перерыв пару дней после того, как вышел новый патч. По причинам того, что после этого нового патча грядет следующий новый патч, во-первых. То есть обещали вначале патч, который затронет экономику и всякие айтемы и так далее. А второй патч, который затронет героев. Жестко впадать в тренировки смысла нет, потому что может все с ног на голову перепрыгнуть. И нам заново надо будет все делать. Поэтому мы взяли 5-6 дней перерыва. 4-5, не помню сколько там. И мы играли просто матчмейкинг. И пытались разобраться немножко в экономике, в патче. Каждый попробовать своих героев и тому подобное. И сейчас потихонечку уже начали играть КВшки. И другие вещи делать. Тренироваться по чуть-чуть начали команды. Но все еще ждем патч. По поводу патча. Тебе как больше нравилось или нравится? Когда один патч на долгое время, на сезон, например. Такой глобальный патч с маленькими изменениями по ходу сезона. Или же когда от мейджор циклов до мейджор циклов. От каких-то раз в 3 месяца. Они меняют игру так, что допустим какие-то команды падали, выпадали из меты, а потом залетали в нее. Не считаешь ли ты, что при такой системе, где у тебя патчи, которые кардинально меняют игру. Или не кардинально, но так. Серьезно меняют игру. Влияют на результат команд. Конечно, влияет. Это хорошо или плохо? Вернее, вот так вот. Это нормально. Тут сложно золотую середину найти. Когда мы ездили, вообще когда ездили все команды по ланам и так далее. Когда заканчивается лан и делается какой-то патч, это нормально. То есть вот есть какой-то поинт, от которого стартуются. С другой стороны тоже было плохо, потому что турниров было неимоверное количество. И как только заканчивался лан, уже начинались какие-то отборочные на следующий турнир. Начинались они с open qual, потом закрытых qual и так далее, и так далее. И ты как бы приходишь на open qual, хочешь готовься, хочешь не готовься, и выходит новый патч, у тебя все сток на голову, и тебе все заново. И ты не успеваешь там подготовиться, и кто-то на рандоме проходит эти open qual, или на большем везении, кто там угадает по мете, или просто их герои будут больше в мете, чем ваши, допустим. Вот это минусы, допустим, этого. Сейчас как делают патчи, ну, как бы, я уже привык к тому, что каждый патч переворачивает доту с ног на голову. Хотя бы мне нравятся те патчи, которые делают. Вот если честно скажу, дота в правильном направлении движется. Я уже об этом говорил пару раз. И патчи очень большие, которые затрагивают экономику, они прям, ну, жестко доту меняют в корне. И приходится заново все с нуля абсолютно игрокам учиться. Как бы, поэтому... Но они же так экономику ищут героев. Вот ты, допустим... Ну, это будет. Ну, герои это не так важно, как если экономика затрагивает формулы, и игра абсолютно меняется, вот прям в корне. Или, допустим, переставляют кемпы местами, тоже игра очень сильно меняется. Сразу и стратегии другие, герои другие, и так далее, и так далее. Ну, неужели герои не решают? Ну, вот ты играешь там полгода на пяти-шести героях, у тебя пул сформировался, ты их там задрачиваешь, ищешь всякие там нюансы и прочее, доводишь до совершенства, а потом за один патч неожиданно, ты же не знаешь, что в патче будет, тебя же не готовят к этому. Бац, убивают четырех героев из шести, и тебе нужно снова тратить кучу времени на то, чтобы быть в тонусе в этом патче. Ну, четырех-шести героев просто мало, должно быть больше, поэтому в этом ничего плохого нету. Если не затрагивают никак ничего, кроме героев, а только чуть-чуть фиксит героев, то ты к этому можешь хотя бы быстро адаптироваться. У тебя дота, как бы, это не новая игра, она все остается той же дотой. То есть ты делаешь те же действия, ты понимаешь, что нужно, то есть ты уже плюс-минус разобрался, да, там, в том, что нужно тебе для победы, условно. И герои, они сильно, как бы, не меняют хотя бы глобальную, как бы, цель для всей команды. А когда выходит вот именно патч с какой-то экономикой, сменой формулы и так далее, все может, там, перейти с ног на голову. Допустим, мета 2.1.2 может превратиться в 3.1.1, или там, ну, это самый простой, какой-то самый простой пример. Или роуминг-герои станут, там, более эффективными, или там, и при этом вещи, какие меняются, они за собой влекут огромные цепные реакции. То есть целая цепочка, там, один герой выпадает, из-за этого сразу этот не рулит, из-за этого сразу вот эта комбинация становится сильная, а эта слабая и так далее, и так далее. Там прям домино-эффект такой огромный. Вот, а когда большие изменения в плане экономики, там, и форму, и тому прочим, то прям, ну, дота, это как новая игра становится. То есть все с нуля. То есть правильно ли можно вывести формулу успешного игрока? Это в первую очередь игрок, не который там задрочил кучу героев, или просто нон-стоп играет паблик, умеет кнопки прожимать, а тот, кто умеет подстраиваться под изменения игры. То есть тот игрок более успешен, получается. Абсолютно верно, и ты не сможешь заметить эту разницу на более низких каких-то уровнях, уровневых играх, но ты заметишь эту разницу в тир-1, между тир-1 и тир-2 командами, как раз таки, в принципе, ты эту разницу и заметишь. И в большинстве случаев, в чем сила тир-1 команд, допустим, ну, как это, можно много рассуждать об этом, да, в чем сила или сравнивая с другими, там, с тир-2 командами, тир-3 командами, но в том, что тир-2 и тир-3 очень много людей там списывают, слизывают с тир-1 команд, а тир-1 команды, они к этому приходят, а приходят благодаря, там, знаний и умений, умению адаптироваться как раз таки под эти патчи и тому подобное. Перейдем ко второму фактору, который тоже вызывает определенные споры у людей. Если буткемп, если патч, надо просто научиться подстраиваться под патч, и все у тебя будет хорошо, то вот, что касается буткемпа, недавно, по-моему, Алоха, я могу ошибаться, я это очень отдаленно слышал, я сейчас пытался найти, где я это слышал, но не нашел, Алоха вроде как сказал, например, что им буткемп только мешает, и вот они без буткемпа сейчас играют, и у них команда жарит, Flight of Moon, хорошо, играют очень, вот им буткемп не нужен, он им только мешает. Ты как считаешь, это, вот, означает ли это, что вот им буткемп, когда только появятся ланы, и, допустим, они на лан пройдут, у них появится буткемп, их игра ухудшится, и было ли у тебя такое, что у тебя были составы, например, в Na'Vi, даже и в Bait тоже, для которых буткемп делал только хуже все? В моей ситуации никогда такого не было, буткемпы всегда это в плюс, в моей ситуации, но если ребятам минус, ну, как бы, я не могу ничего здесь добавить. Я могу ошибаться, может, буткемп только ему мешает Алохе, я говорю, я вот честно скажу, я просто это отдаленно услышал, но это было тезис, оно очень цитировалось, и я поэтому и об этом вспомнил. Просто буткемпы бывают тоже разные, там, в каких условиях, насколько долгий буткемп, как хорошо вы ладите между собой, нужны ли вам друг от друга, там, перерывы и так далее, может быть, в онлайне у них лучше работают, потому что они друг с другом, ну, прям, не супер жестко, там, хорошо ладят, и они друг от друга отдыхают между, там, каждый день между играми, там, уходят гулять, там, и так далее, там, в своих кругах общения. Тут много факторов, но для достижения результата буткемп, ну, на моей, по крайней мере, на моем опыте, никогда не был минус, он был всегда в плюс. Это самая продуктивная, самая рабочая атмосфера, когда вы собираетесь одним целым коллективом, вы вместе делаете что угодно, неважно, даже не обязательно играть, вы просто вместе находитесь, вы скрепляетесь как команда, находите общий язык и так далее. Тебе не кажется, что гораздо эффективнее иметь буткемп, такой вот мощный буткемп, бустящий тебя, когда ты уже прошел на лан, перед тем, как поехать на турнир всей командой вместе? Конечно, или чтобы пройти на лан, ты делаешь буткемп. Вот пройти на лан, как думаешь, перед квалами, которые ты играешь, никуда не уезжая, буткемп важен? Важен, смотря на сколько ты серьезно к этим квалам относишься, если это квалы на инд, то тогда что, как ты считаешь, важен или нет? Или ты хочешь просто прийти, но если ты прошел квалы, тогда ты работаешь. Мол, я понимаю, в зависимости от того, насколько ты высоко рейтишь тот или иной турнир, наверное. Ну, квалы к инту можно приравнять к лану, считай, к подготовке, потому что это важный нерв. Понятное дело, что ты хочешь максимально грамотно распределять свои ресурсы, то есть человеческие, то есть даже эмоциональные, не знаю, какие угодно. И это не все умеют делать правильно, и может даже никто правильно особо не умеет делать. Четко, да, как кличко, сейчас фразу закидываю. Хотели как лучше, получилось как всегда. Тут еще третий есть момент, очень важный, по поводу команды и ее успехов, и факторов, влияющих на это. Вот я прочитал то, что сказал Саша Симпл. Саша Симпл, которого часто обвиняют в том, что он токсичный, и что он не сдержанный, и что он тельтующий, там еще что-то. Я просто много всего про него слышал. Я лично не знаю, на буткемпах по Кэсгоу, на Ави я не был. Вот Сашу знаю лично, так пересекались пару раз. Не показался он мне каким-то токсиком или еще кем-то. Но тем не менее, люди так пишут, токсик, токсик. Он на это ответил, вот дословно цитирую. Меня называют токсиком, потому что я умею выражать свое мнение. Больше за справедливость, не могу умалчивать. Не люблю, когда игроки в команде расслабляются, кто-то тренируется меньше, когда я понимаю, что тренировка зависит от результата каждого игрока. Это если мы говорим про команду. За все время моего существования в командах я, конечно же, хотел, чтобы каждый делал свой вклад. Ну и горел, соответственно, на кого-то. Мне это очень напомнило одну из серий The Last Dance, где задним числом игроки Chicago Bulls говорили, что Джордан примерно тем же страдал. Когда он там всех на тренировках шпунял, заставлял, гнал, там кого-то токсил, орал, кричал, ругался и так далее. И за это все его там недолюбливали, я так понял, в команде. Такие инсайды выливались. Ты как считаешь? Вот ты как капитан команды, лидер. Это помогает вообще, когда лидер вот такой вот? Или все-таки опять это зависит от коллектива? Я думаю, зависит скорее от коллектива. Я уверен, что если копаться глубже, то можно найти будут похожие случаи, где не везде это кнут. Иногда может быть и пряник, да, условно? Ну не может быть только пряник, правильно? Все верно. Везде по-разному, я уверен. Ну это когда я играл с артстайлом. Ну как ты думаешь, в OG там был человек, который орал, говорил, эй вы, уроды, а ну тренируйтесь. Ну это я не знаю. То, что там в TrueSide, это как бы, мне кажется, хорошая сторона. Можно гадать, да. Может быть было, а может быть и не было. Если не было, то получается, вот тебе уже вторая сторона. Ну вот ты играл со знаменитым Fight Me, капитаном, в Na'Vi, Пупей. Страдал подобным? Я не припоминаю. Я не припоминаю. Ну в общем, мы все сводим к тому, что все опять зависит от того, как звезды ложатся, кладутся. Да, и слово токсик, оно растяжимое. То есть под это можно много чего вложить. То есть то, что ты вложил под это... Я не вложил, я просто процитировал. Я ничего не вкладывал. Я считаю, что в любом коллективе нужна жесткая рука. Скорее тут можно сказать, да, прямолинейный человек по отношению к своим тиммейтам. Можно так сказать? Я просто считаю, что в любом коллективе нужна жесткая рука, так или иначе. И в любом коллективе должен быть хороший и плохой полицейский, как говорится. И либо тренер жесткий, капитан хороший, либо капитан жесткий, тренер хороший. Что-нибудь в этом роде. Тогда ты не будешь заперт в какой-то одной эмоции все время. Идем дальше. Вот у нас есть ситуация. Мы каждый раз как-то умудряемся говорить про WP Prodigy. Каждый раз. Я не знаю, как это получается, но, видимо, команда интересная просто. И у этой команды проблемы. Такие поверхностно, можно оценить их. Что у них нету турниров. Из-за того, что вроде как турнирные операторы решили больше не звать две команды на один турнир. От одного владельца. От одной организации. Их там оценили, представитель HellRaisers, не помню кто, назвал, что они стоят 55-110 тысяч. Что их ХПП хотят якобы продать. Потом менеджер этой команды, WP Pro, генеральный менеджер, сказал, что он об этом ничего не слышал, но готов к предложениям. Что-то в этом роде. Я оценил их в 55-110 тысяч от из HellRaisers, парень. Вот как ты считаешь самим игрокам? Вот там сидят и фэнчик, и все остальные. Им, как ты думаешь, вот они сейчас сидят и не играют? Они не играли в Beyond Epic. Они не играют, я так понимаю, париматч. Хотя я и не уверен. Может, и играют. Как им самим стоит поступить? Вот у них есть пути. Первый – это цепляться за место под солнцем в Virtus.pro и быть основным составом. Второй путь – ждать, пока их продадут как состав какой-то организации. И третий – идти играть, как в Flight to Moon, например, играют. То есть самостоятельно. А их отпустят самостоятельно играть? Ну, а как? Они же хотят играть. Хотят, а кто их спрашивает? Если они, условно, подписаны в Virtus.pro, то кто их будет спрашивать? Ну, я не буду влезть в контракт, я не специалист по лазейкам. И я понятия не имею. Но, допустим, условно, им дадут выбор. Либо вы сами играете, либо ждите пока что-то. Если бы дали выбор, то, конечно же, играйте сами однозначно. Ну, или становиться основным составом Virtus.pro, но кто тебе это позволит? А ты как бы оценил сейчас Virtus.pro? Два состава. Какой бы ты из них был ген-менеджером Virtus.pro? Слишком короткая дистанция, чтобы сделать какой-то вывод. Но я бы, конечно же, оставил бы скорее тех ребят, которые вырастили. Ну, то есть, это все дело. Ну, и основной состав ты имеешь в виду, первый? Да. Ну, да. Есть еще один момент у нас тут. Одна тема. ФНГ. Вот сегодня, буквально, по-моему, или вчера ФНГ написал. Не понимаю людей, которые горят вообще от всего. Мол, зачем они играют доту? Сейчас даже я процитирую этот момент, чтобы ничего не наврать. Не понимаю людей, которые заходят в доту, когда у них горит вообще от всего, что они видят. Только что сгорел чел, у которого саппорт на первой минуте, крипа одного добил и ныл всю игру. Я так понимаю, а это ХМР паблик. Правильно? Где еще Артем может играть? Конечно. Только в ХМР паблике. Ты вот что по этому поводу думаешь? Ты сам неиспокоен их так-то нечасто, но приходится от тебя порой слышать, что ты там подгорел в паблике или еще что-то. Вот как ты все оценил? Ты понимаешь таких людей или нет? Конечно. Это сама игра так влияет. Я уже миллион раз рассказывал, в принципе, как круговорот этот действует. То есть те, кто играют очень много, они подвергнуты этому. То есть это очень, очень практически неизбежно. Если ты играешь по 10-12 игр в день, больше даже, то реально идет цепная реакция. То есть круговорот постоянный. То есть ты выиграешь, выиграешь, потом начинаешь уже... Ну, я могу очень подробно описать эту ситуацию, но на это уйдет много времени. То есть выиграешь, выиграешь, потом начинаешь уже гореть по пустякам, потому что все одно и то же. А потом ты просто на все горишь, ты выплескиваешь этот негатив, успокаиваешься, потом ты снова начинаешь выигрывать, выигрывать и так по кругу. Что должна сделать Дота или Valve с Дотой? Или что должно произойти, чтобы эта ситуация начала исправляться? Мне кажется, уже делаются определенные шаги в этом направлении. То есть Дота безумно командная игра. И если один игрок не может повлиять на Доту сильно, и он очень сильно зависит от команды, и ты играешь соло матчмейхинг, то есть одно с другим уже не стакается ни по логике, ни по чему. То есть ты идешь играть в игру один, в которой нужна суперкомандность. Ясенпень, если что-то будет не получаться, ты будешь гореть. Ну как бы, то есть это неизбежно. То есть нужно или убрать соло матчмейхинг, или сделать Доту менее командной, где ты можешь повлиять на игру больше сам. То есть вот когда были комплект системы, вообще нереально было повлиять на игру самому. И в принципе Valve делают определенные шаги в этом направлении. Поэтому сейчас люди горят меньше, чем раньше, я уверен. То есть уже. Я вот уверен, например, что это никогда не исправится по одной простой причине. Не исправится, скорее всего. Нет, это даже вообще даже на йоту не исправится, что бы они не делали. Потому что, мне кажется, основная причина того, что происходит, и почему все горят на любом рейтинге абсолютно, начиная с нуля до 10 тысяч, до 11, это то, что ты в каждой божьей игре играешь с новыми людьми. Вот если ты играешь в баскетбол, в футбол, во что угодно, даже во дворе. Так я же тебе то же самое и сказал только что. Ты приходишь во двор, и там у тебя всегда одни и те же типы играют с тобой в футбол целыми днями. То же самое касается баскетбол. Здесь у тебя постоянно игроки. Ты играешь в командную игру один, и тебе закидывают рандомных людей, каждый раз новых. Поэтому, что бы они ни делали, эта игра сама по себе так уже сделана, так она уже придурно. Я говорю, в таких играх не может быть соло матчмейкинга. В этом нет смысла. Сделайте лиги. Сделайте еще что-нибудь, хотя бы для хай ММРов, я не знаю. То есть вот есть те, кто казуально играет, есть те, кто просто играет в удовольствие. Ну пускай, ладно, для них это, знаешь, как аттракцион, развлечение. Но те, кто, допустим, попадают в топ-200, или в топ-500, или в топ-1000, пусть попадают в какую-то закрытую лигу. И в этих лигах будет уже какой-то там драфт игроков, или еще чего-то такое. То есть это уже будет совсем другое. Это будет больше похоже на командную доту. Извини, пожалуйста, я тебя сейчас перебью. Но вот мне кажется, что касается хай ММР пабликов, вот здесь немножко меня удивляет. Потому что я как не включу стрим, твой там, брюхи, гостика там, еще кого-нибудь. Одни и те же игроки попадаются. Вместе, против. Уже за такое количество пабликов уже люди настолько должны были друг друга изучить, что многие моменты должны были уже притереться, стереться. То есть наоборот должно формироваться какое-то взаимопонимание. В любом случае в паблике. Нет, там слишком разброс. Одни и те же игроки сколько? Ты понимаешь, что пять человек в команде. Ты можешь одного и того же, одного игрока, ну ладно, двоих, получить в команду два-три раза подряд в течение двух недель, допустим. Или недели. Все остальные будут другие каждый раз. Ну то есть разные. И при этом разброс рангов огромный. Разброс в уровне игры вообще невероятный. Там могут быть одного и того же ранга люди, которые будут играть абсолютно по-разному. То ли это зависит от настроения, то ли это зависит от купленного аккаунта, то ли это зависит от умения играть на том или ином герое. То есть условно, я набил ранг 200 на тине, я сел на шейкера, я фиссурами не попадаю, бегаю, не знаю, что делать на карте. Ну и все. Как бы тут конец. Очень много всяких факторов. Но то, что люди будут гореть, это 100%, потому что игра безумно командная. Опять же, хотя, опять же, последние патчи, они все идут в направлении того, чтобы ты мог больше делать сам. Камбэк-систему подубрали немножко, да? Там закилы там больше дают. То есть сноубол там, ты можешь жестче сноуболиться. То есть уже то, что ты набираешь. И как бы с твоих тиммейтов хотя бы так не выбивают то, что ты набираешь. Потому что раньше формула учитывала командный общий нетворс. Ну, жестче как-то. То есть там пятерку убивают, когда у тебя много из-за нее. Там насыпают нереально денег врагам. То есть поэтому ты перестал быть тысячником и уже топ-300? Не, не поэтому. Тебе нужно было ответить, да, поэтому. Тогда все подумали, что ты в соло тащишь. Ты какой-то иногда вот ответы даешь. Неверные, Даня. Неверные. Ты ответы даешь иногда. А почему ты топ-300 стал? Давай рассказывай. Потому что на клопе нон-стоп играешь. Почему топ-300? Да понятия не имею. Я вообще не смотрю на это. Я через игру играю какой-то чепухой. Ну вот я сейчас захожу, смотрю. Чепуха. Вайпер пушку. Нет, так я просто пикаю. То есть я даже не пытаюсь там грамотно пикать. Я просто пикаю. Я хочу чем-то поиграть. Я беру это и играю. Например, с МК и Миду, да? Ну, это не я пикал, да. Но я могу брать, когда у врага сильный герой, сильнее моего, я все равно возьму. Потому что мне хочется поиграть. У меня нет цели такой. Была бы, может, более бы серьезно относился. Топ-100 к следующему подкасту. Апнишь? Когда следующий подкаст? Ну, через полторы-две недели. Давай топ-100. Давай-давай. Пора. Пора уже закрыть рты этим комментаторам. Мне надо понять, сколько топ-100, чтобы понимать, сколько мне надо рейтинга поднять. Потому что я могу, в принципе, рассчитать. Поэтому ждем к следующему подкасту топ-100 от Dendy. Я оставил последнее на последнее, как говорится. Свежая, ну, относительно свежая новость. Мне кажется, на которую ты можешь дать какое-то свое видение. Санейка, с которым ты очень долго играл и очень много играл, ушел из НИП. Вернее, НИП ушли его сами, я так понял. Ты играл с Агбаром. Есть ли у тебя предположения какие-то? Или, может быть, как бы ты мог чисто со своего опыта сказать, как это могло произойти? И как бы ты сам охарактеризовал Агбара как капитана и игрока вообще, в принципе? Потому что много разговоров почему-то об этом пошло. Там Шум, Гам, Вилат, подкаст, Кайлы. Все ошибка-ошибка, НИП это ошибка, НИП это ошибка. Как ты считаешь? Слишком мало подробностей по поводу того, что... Вилат написал, что решение о том, что Санейка уходит из команды, это решение самих НИП, менеджмента и руководства и так далее. Я так понимаю, вместе с, если верить Корбану, с ним вместе убрали еще и менеджера, который эту команду с самого начала был, я так понял. И вообще эта команда была изначально Агбара, где он был капитаном, и он ее собрал. Вот, в принципе, и НИП решили его убрать сами. Могу предположить, что ребята поймали звезду или, не знаю, решили, что они так справляются и смогут, и перестали на 100% доверять, слушать или начали спорить с Агбаром. Агбару это не понравилось. Вот это если в том варианте, если он ушел. Но если его убрали, то какие на то должны быть причины, опять же. Я, к сожалению, просмотрел. Они же хорошо играли, да, НИП? Ну, неплохо. Я скажу, что неплохо. То есть не сказать, что прям супер жестко, но он из ребят там нормально их поднял. Хотя там ребята тоже были те, кто... Агбар их поднял, ты имеешь в виду? Ну, часть ребят, думаю, да, поднял. Они до этого не показывали вообще никакие результаты, тут начали побеждать во многих играх. Ну, очень так уверенно. Понятно, что они там звезд с неба не словили, но прогресс был. Однозначно могли дальше расти. Агбару очень много знаний, и он может ими орудовать. Как бы ты его характеризовал как капитана? Какой это тип капитана? Тип очень авторитарный. То есть Агбар очень приятный парень с ним. Он очень добрый, он позитивный. Как человек он очень приятный, но он очень авторитарный. То есть он хочет полностью вести игру. Хотя, может, это поменялось. И вполне вероятно, что он там дает и другим тоже орудовать. Хочет, чтобы было, скажем так, чтобы было по-моему. По крайней мере, у меня такое чувство. Я могу быть неправ. Не уверен, что это совсем правильно на дистанции. То есть если команда самого высокого уровня, вот прям самого-самого высокого, то мне кажется, там не должно быть авторитаризма вообще. То есть там каждый игрок должен принимать какие-то решения. Сейчас вообще в доте тяжело за всем уследить одному. А команда чуть ниже высокого уровня, там уже, возможно, такое и работает. Возможно, даже работает лучше, чем что-либо еще. Всегда хорошо, в любом случае, всегда хорошо идти в одном направлении. Любой команде двигаться в одном направлении. Идти по одной трапе, скажем так. Не тянуть покрывало в разные стороны. В этом Акбарыч, он очень силен. То есть он всегда гнет свою линию, и людям можно просто расслабиться. Ну, не то что расслабиться, а сфокусироваться на исполнении. Расслабиться. Расслабишься с авторитарным лидером. Как тут расслабишься? Ну, ты фокусируешься на исполнении. Ну, да, да. Тебе меньше нужно уже на каких-то других вещах заботиться. Примерно суть ясна. В общем, желаем Акбару удачи. Надеюсь, у него все будет хорошо. В завершении подкаста я, по сути, под большим впечатлением пребываю от сериала The Last Dance. Последний танец про Майкла Жордана. А я говорил. И тоже всем советую его обязательно посмотреть. Особенно тем, кто говорит, например. Вот люди, которые пишут комментарии постоянно, вот особенно это хорошо видно под видео Na'Vi, под контентом Na'Vi с игроками. Лучше бы тренировались, а не видосики снимали. Вот те, кто это пишут, вот эти вот ребята, очень им советую посмотреть The Last Dance и задать себе вопрос, а как этот фильм появился. Вот, собственно. Там не то что, там у человека перед мордой 80 микрофонов всю его карьеру в каждые 5 минут. Люди не понимают, как видео берется. Очень многие пока не ощутят на себе, то есть как работает съемка и все прочее. Они не понимают. Я вот смотрел и я задавал себе вопрос, откуда они все это взяли. Я поначалу подумал, что это все какие-то CGI-эффекты, какие-то актеры играют баскетболистов. А потом вижу реальные кадры из раздевалок там, причем все так сюжетно склеено, круто. Очень круто. Это реально круто. Вот ради чего, собственно говоря, нужно все постоянно снимать. И поэтому организации, ну, возможно, не поэтому, понятное дело, все-таки Chicago Bulls это Chicago Bulls. Но тем не менее. Впрочем, я тоже плакал, да, над этим фильмом были моментики. Были моментики. Да какой-то ты слишком сентиментально чувствительный. Да вот на самом деле нет, я черствая скотина. Вот эти моменты меня пробрали, видишь? Да, ну что, стареешь уже, Дань. Уже 30-ка тебе, и эти все вещи начинают у тебя пробуждаться. Все эти реакции на подобные вещи. Вот молодежь, которые... Мы тоже молодежь, что, мы же не старики, правильно? Вот. А люди, которые там по 17 лет сейчас, которые еще мало что понимают вообще, и когда пишут особенно какие-то комментарии, вот им когда будет по 30-ке. Они когда-то в боте играют, что-то пишут в чат. Вообще-то... Им когда будет уже там, они остепенятся уже такие, взрослые станут, они пересмотрят все, что они раньше говорили, писали, так быстро, насколько это возможно. Кстати, вот. Ты апнул 25-й левел на КВП. Помнишь это событие? Вот. Мы сделали ролик про это, просто по фану. А люди на полном серьезе стали тебе писать, нашел чем гордиться. Тебе есть что ответить? Да нет, чего отвечать? Да пусть думают, что хотят делать, что хотят. Отличный ответ. Прекрасный ответ. Ну давай, привет и передавай. Что за детский сад? Надо все воспринимать проще, с позитивом, а не искать во всем какой-то желчный негатив. Это ж, опять же, восприятие. Люди просто забыли, что это твой, что ты в Твиттере написал. Правда, зачем ты в 21 веке фотографируешь экран монитора, я не знаю. Честно. Я бы сам написал бы комментарий. Даня, скачай lightshot и сделай printscreen. Не фотографируй больше никогда на телефон экран. Вот. Я бы такое написал сам. Так это ретро-стайл, мэн. Ретро-стайл, мэн. Давай приветы и пожелания. Всем огромный привет. Всех обнял. Так правильно, обнял или обнял? Обнял. Хорошо. Всех поцеловал. Слушайте подкасты. Подписывайтесь. Следите за новостями. Пишите комментарии. Пишите вопросы. Потому что на эти вопросы мы ответим. Я надеюсь. Ответим, конечно. В суде. Извините. Встретимся в суде. Суд морфа. Да, там сейчас модно. Суд морфа. Морф всех рассудит. Спасибо, ребят, что смотрели, слушали. Смотрели, слушали. Спасибо, что уделили время. Своё внимание. Надеюсь, что-нибудь было интересно. Ну, в персонале только интересно было, на самом деле. Всё остальное так. Вода водой. Спасибо, Дань, что подлил, так сказать, из шланга. Без проблем, ребятки. Я на водичке, на морфе. Всё. Всем пока. Всем спасибо. Па-па.